Лето подходит к концу. Это печальный факт, который не хочется признавать, но, к сожалению, это правда. Хотя осень, зима и весна это тоже хорошее время года, но, знаете, лето, оно все-таки такое идеальное время года. Уже прошел июнь, июль, и впереди у нас только август. И если мы обсуждаем именно кей-поп индустрию, то август будет очень насыщенным в этом году. Вообще, все лето в 2023 году было очень насыщено большими кей-поп камбэками. Было и соло Чангука, было камбэконмикс, айдол, идзи и еще очень длиннющий список самых топовых кей-поп групп. Но это уже все прошло, мы все это уже заслушали, пересмотрели, все офигели от текста, вы сольники Чангука. Чангук, как тебе не стыдно за такой текст? Но песня, скажу, реально крутая. В общем, теперь давайте обсуждать, что же нас еще ждет в августе 2023 года в индустрии кей-поп. Перед началом видео я напомню, что если вы все еще не подписаны на мой YouTube канал, ну по какой-то причине так случилось, сейчас самое подходящее время подписаться на канал и, конечно же, не забывайте про колокольчик, чтобы самым первым узнавать всю самую интересную кей-поп информацию. Но хотелось бы мне начать, наверное, с самого ожидаемого кей-поп камбэка. Камбэк Эверглоу. Об этой группе многие говорили, и я думаю, люди, которые интересуются кей-попом не сильно долгое время, о группе знают только тот факт, что у них долгое время не было камбэка. И это правда, последний камбэк Эверглоу был у нас еще в декабре 2021 года, и с того момента компания YoHi Entertainment, наши любимые, только обещали нам камбэк, но никогда не говорили точной даты. И вот, наконец-то, в апреле 2023 года наши любимые JTBC сказали о том, что Эверглоу находится на финальной стадии подготовки к камбэку. Но, знаете, трушные фанаты Эверглоу все-таки не верили в это, потому что нам уже давали много каких-то обещаний и ничего никогда не выполняли. Но, как оказалось, в этот раз это было правдой. Все началось с того, что в середине июля группа Эверглоу посетила одно большое мероприятие, на котором почти все девушки показали новые прически. Но, как известно в кей-поп, если айдол красит волосы, все, начинаем отсчитывать дни до предстоящего камбэка. Так вот, Эверглоу посетили это мероприятие, и пару дней еще была тишина. Как вдруг во всех социальных сетях Эверглоу девушки публикуют первые тизер-постеры coming soon. Я помню, я листала твиттер и просто не могла в это поверить. Мне казалось, что может быть это какой-то фейк. Я сразу же перешла на аккаунт того, кто выставил этот постер, и это реально оказалось правдой. Эверглоу объявили о своем камбэке. Об этой новости просто заговорили все, и казалось, что это что-то нереальное. И в этот момент фанаты группы, и в том числе я, начали гадать. Интересно, с чем же вернется группа Эверглоу? Это будет мини-альбом или полноформатный альбом? Интересно, ведь у группы так долго не было камбэка. Знаете что? Эверглоу вернулся с четвертым сингл-альбомом. С сингл-альбомом! Просто вдумайтесь! А я напомню, что в сингл-альбом обычно входят две или три песни. То есть мы ждали два года ради двух песен? Серьезно? Ну, я, конечно, счастлива, что Эверглоу наконец-то выпустят новую музыку. Но хотелось бы, конечно, чтобы за такое продолжительное время перерыва девушки представили как-то побольше музыки. Ну, хотя бы мини-альбом. А тут нам представляют сингл-альбом. Но будем только надеяться на то, что после этого камбэка будет не такой огромный перерыв перед следующим камбэком. И, возможно, может там уже к началу 2024 года группа вернется, ну, хотя бы с мини-альбомом. А пока что четвертый сингл-альбом Эверглоу получил название All My Girls, и он выйдет 18 августа. Все ждем этот релиз, и мне очень интересно, что же покажут Эверглоу, потому что все их предыдущие заглавки мне очень нравятся, они реально классные. В общем, ждем релиз Эверглоу. Второй, не менее ожидаемый релиз, это, конечно же, соло Джихё из группы TWICE. Джихё станет вторым участником этой группы, который сделает свой сольный проект. Первая была Найон в июне 2022 года, тогда она выпустила свой дебютный альбом I'm Найон за главным треком PAP, который, нужно сказать, очень быстро завирусился в сети. Надеюсь, что сольник Джихё также завирусится. Джихё дебютирует у нас с мини-альбомом, который получил название ZONE. И еще в середине июля начали ходить слухи о том, что в этом альбоме у нас будет 7 треков, но JYP в тот момент еще не подтверждали эту информацию. И как вдруг, 31 июля JYP выпускает официальный трек-лист предстоящего альбома Джихё, и оказывается, что слухи были правдивыми. В сольнике Джихё будет у нас 7 треков. Кстати, в сольнике Найон также было 7 треков. Что касается трек-листа альбома Джихё, то за главным треком выступит песня Killin' Me Good, на которую 18 августа, в день релиза альбома, выйдет клип. Ну и, конечно же, в альбоме у нас еще будет 2 коллаба с певицей Haze и с американским певцом 24K Golden. Кстати, что касается вообще группы TWICE в 2023 году, то девушки просто супер-мега активные. Сначала они выпустили пререлизный английский сингл, потом у нас был корейский мини-альбом, потом у нас был японский сингл-альбом, потом у нас был мини-альбом от юнита TWICE Mi Samo, и вот в августе мы получаем сольник Джихё. Так и плюс, группа еще сейчас проводит свой мировой тур Ready To Be. В общем, TWICE, как и обычно, очень активная группа, поэтому если вы состоите в их фандоме, у вас просто нет времени заскучать. Что не новый месяц, то новый трек от группы TWICE. Кстати, еще интересно то, что участницы TWICE очень активно еще и участвуют в написании слов для своих треков, и Джихё поучаствовала лично в написании слов для нескольких треков из своего сольного мини-альбома. Ждем релиз, и мне кажется, что концепт сольника Джихё будет очень отличаться от соло на юн. Мне кажется, у Джихё будет что-то более спокойное, а по цветовой гамме, мне кажется, будет похоже на ее один из танцевальных дэнс-перформансов, который выходил несколько лет назад. 18 августа интересная дата, запомните ее. Как оказалось, Эспо также планирует выпустить трек в этот день. 31 июля в 00 по корейскому времени Эспо объявили о выпуске своего нового сингла, который получил название Better Things. По сути, на данный момент об этой песне еще мало что известно, но чуть раньше в июле ходили некоторые слухи касательно этой песни. По слухам, эта песня станет пререлизом к первому англоязычному мини-альбому группы Эспо. Я не могу утверждать, это правда или нет, но тем не менее, такие слухи были, и, возможно, это реально окажется правдой, так как SM Entertainment нам уже говорили о том, что Эспо в этом году должны выпустить еще один альбом. Возможно, они говорили как раз-таки про этот релиз. Ну а группа Эспо на данный момент, кроме того, что они будут подготавливаться к релизу нового трека, на данный момент группа также находится в своем первом мировом туре. Пожелаем девочкам удачи, потому что в августе у группы будет очень много концертов. И вы думали, с 18 августом мы закончили? Как бы не так. J-Hope из BTS решил сделать свой камбэк. Ну, прям полноценным камбэком назвать это сложно, скорее это будет такой специальный подарок для фанатов. В общем, 18 августа J-Hope выпустит переиздание своего альбома Jack in the Box. Выйдет и физическая версия, но и также, конечно же, его можно будет послушать на официальных музыкальных площадках. Вот такое вот насыщенное это 18 августа в 2023 году. У меня просто, мне даже как-то не верится, что столько больших и значимых кей-поп артистов сделают камбэк в один день. В общем, отмечайте у себя в календаре эту дату, в этот день будет очень много интересного кей-поп контента. Конечно же, 18 число это не единственный день в августе, нужно поговорить про кей-поп релизы, которые будут в другие дни в этом месяце. Так, одним из еще самых ожидаемых и неожиданных камбэков станет возвращение сольной певицы Чон Сами, которая на данный момент продвигается под крылом компании The Black Label, которая является дочерним агентством YG Entertainment. Предыдущий камбэк Сами был еще в октябре 2021 года, тогда девушка выпустила свой первый полноформатный альбом. И с того момента девушка вроде как и выпускала видео на YouTube, посещала мероприятия крупных брендов, но, конечно же, не хватало выпуска ее новой музыки, хотелось, конечно же, ее слышать в первую очередь как музыкального артиста. И вот, наконец-то, 7 августа Сами выпустит свой новый мини-альбом, который получил название Game Plan. За главным треком в альбоме выступит песня под названием Fast Forward, но в самом альбоме у нас всего будет 5 треков, и почти над каждым из них работал продюсер Тедди Пак. Так что я считаю, что альбом находился, правда, в нужных и надежных руках. Кстати, если вам интересна вся карьера певицы Чон Сами, то советую посмотреть мое видео, в котором я рассказываю про историю этой девушки. Ее история реально очень вдохновляющая и интересная. 23 августа Али Серафим сделает свой первый японский камбэк. Группа выпустит японский сингл-альбом, который получил название Unforgiven. В этом альбоме у нас будет три трека. Японская версия трека Unforgiven, японская версия Anti-Fragile и оригинальный японский сингл Jewelry, который уже прямо сейчас доступен на всех музыкальных площадках, поэтому, если вы все еще не слышали эту песню, обязательно послушайте. Кстати, хотелось бы еще такой интересный момент отметить, что прямо сейчас Али Серафим еще очень активно продвигает трек и в Psych and Bloober's Five, который вышел в мае 2023 года. И у этой песни уже есть два ремикса и еще одна английская версия. Но по какой-то причине Али Серафим решили не делать японскую версию этого хитового и вирусного трека. Интересно, почему Source Music решили так сделать? Хотя мне кажется, что все-таки, может быть, осенью, где Серафим неожиданно выпустит японскую версию трека If Psych and Bloober's Five и опять пойдут со всеми кейпоп-айдолами снимать челлендж под этот трек. Хотя, мне кажется, уже не осталось айдолов, которые не приняли участие в этом челлендже. Также Серафим у нас начнут свой первый концертный тур, который получил название Flame Arises. Тур начнется 12 и 13 августа с концертами в Сеуле. И недавно девушки уже начали продажи билетов на этот концерт. Ну, как начали? Они уже, в принципе, и закончились. Билеты на концерте в Сеуле разошлись между фанатами всего за 8 минут. Вот такие вот быстрые фанаты группы Серафим. Сейчас расскажу про такой кейпоп-релиз, который ждал, наверное, почти каждый кейпоп-фанат. Говорю с уверенностью, в 99% конкретно вы ждали этот релиз. Шан Пин из группы Stray Kids выпустит песню Fly High. Ну и, возможно, у вас сейчас такой вопрос, а что в этом такого интересного и ожидаемого? А дело в том, что Fly High станет частью в коллаборации группы Stray Kids с брендом Samsung. Так что продюсеры выбрали точно самого подходящего участника, который должен спеть песню для бренда Samsung. И я думаю, что Чан Бин больше всех остальных мемберов Stray Kids рад, что его группа наконец-то сделает коллаб с брендом Samsung. Ну а самая песня Fly High выйдет уже 21 августа. 16 августа женская группа Stacey выпустит свой новый мини-альбом Teen Fresh. И сразу после его выпуска девушки поедут в свой первый мировой тур. Концертный тур начнется в Сеуле уже осенью в этом году. И девушки уже поделились некоторыми датами концертов для этого тура, но нужно заметить, что в самом конце этого постера видно надпись And More. То есть девушки добавят еще какие-то дополнительные концерты для своего тура. Также хотелось бы сказать, что самое начало месяца будет очень насыщенным. 1 августа Red Velvet отмечает свое девятилетие, и в честь этого группа проведет несколько прямых эфиров. Ну и наши SM Entertainment тоже решили отличиться, и сейчас появились слухи о том, что 1 августа SM Entertainment предоставит нам новую информацию о новой мужской группе. Вроде бы новость хорошая, мы получим какие-то официальные заявления о новой группе SM, но фанаты группы Red Velvet очень недовольны. Им бы хотелось, чтобы SM Entertainment выделили это 1 августа только для группы Red Velvet, чтобы группа спокойно могла отпраздновать свою годовщину. Но пока что, конечно, официальных подтверждений того, что SM будут представлять новую мужскую группу именно 1 августа у нас все еще нету, но такие слухи имеются. Переходим в следующий день. 2 августа мужская группа Sikers выпустит свой мини-альбом, который получил название House of Tricky – How to Play. Это будет первое возвращение парней со времен дебюта весной в 2023 году. И нужно сказать, что хоть Sikers дебютировали не в сильно большой компании, их дебют привлек внимание многих кей-поп-фанатов, и сейчас их возвращение ждет довольно большое количество людей. Потом следующий день, 3 августа, юнит Mamamoo Mamamoo Plus выпустит свой мини-альбом, который получил название Two Rabbits. Мне кажется, только недавно этот юнит выпускал какую-то новую музыку, и вот вновь опять девушки радуют нас новой музыкой. Что касается еще группы Mamamoo, то в августе группа планирует выпустить свой документальный фильм, который получил название Mamamoo My Counts the Movie. Изначально этот фильм будет эксклюзивно показан в кинотеатрах CGV, но чуть позже его должны показать в кинотеатрах по всему миру. Ожидается, что этот фильм будет длиться 2 часа и 4 минуты. Хоть я и не являюсь там прям супер-фанаткой группы Mamamoo, но я просто обожаю документальные фильмы про музыкальных артистов. А если это кей-поп-группа, то это интересно мне вдвойне. Поэтому очень жду, когда Mamamoo наконец-то выпустят свой фильм. И нужно сказать, что в августе Mamamoo станут не единственной кей-поп-группой, которая выпустит документальный фильм. 30 августа на платформе Disney Plus выйдет документальный фильм о группе NCT 127. Мне кажется, это будет очень интересный фильм, потому что NCT, вообще вся группа NCT, очень интересная и необычная для кей-поп. Disney пообещали, что в документальном фильме они нам расскажут о преддебютных активностях участников группы, о том, как парни справляются со взлетами и падениями в карьере группы NCT. В общем, как минимум 2 интересных кей-поп документальных фильмов у нас выйдет в августе 2023 года. Что касается мировых туров, то на данный момент и BLACKPINK, и TWICE, и ESPA, и GIDAL, и ENHYPEN находятся в активной стадии их мировых туров. Но будет один значимый кей-поп-артист, который решил в августе наконец-то завершить свой мировой тур. Это Шуга из группы BTS. Весной он отправился в свой первый сольный мировой тур, который получил название D-Day. И изначально планировалось, что этот тур должен был завершиться еще в начале лета 2023 года. Но, видимо, Шуга подумал, что концерты это очень классно, это нравится и ему, и фанатам, поэтому нужно сделать дополнительные даты концертов. И уже 4, 5 и 6 августа в Сеуле пройдут самые-самые завершительные концерты в рамках тура D-Day. С 4 по 6 августа JYP Entertainment проведут оффлайн-прослушивание для того, чтобы набрать трени и в будущем сделать из них новую группу. Поэтому, если вы всегда хотели попробовать свои силы стать айдолом, берете билет в Сеул, прилетаете туда, приходите в офис JYP и говорите, Джупи Копа, я такой классный, возьмите меня в айдола. И, возможно, вас возьмут в трени, и через несколько лет вы дебютируете в новой группе JYP. Ну, а почему нет? Все в этом мире возможно. Вот такой вот интересный месяц. Также хотелось бы сказать, что в августе продолжат выходить такие реалити-шоу, как Are You Next? от Hype Labels и America to Korea от JYP Entertainment. Оба эти шоу стартанули в июле 2023 года. И еще вот на протяжении точно августа будут активно выходить серии этих реалити-шоу. Следите за этими шоу, потому что ими занимаются два больших кей-поп-агентства, и уже через несколько месяцев кто-то из участников этих реалити-шоу дебютирует в новых группах. Август будет, правда, насыщенным. Тут тебе и сольники, и долгожданные камбэки, и неожиданные возвращения. В общем, все, как мы любим. Просто открывай какой-нибудь новостной кей-поп-канал, и каждый день следи, какая там кей-поп-группа выпустила новую музыку. Ну, а, кстати, у меня есть хорошее предложение прекрасного кей-поп-новостного канала. Мой телеграм-канал по линзе, в котором я каждый день выставляю все самые актуальные кей-поп-новости. Поэтому, если вы все еще не подписаны на этот телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Ну и напишите в комментариях ваш самый ожидаемый кей-поп-релиз в августе этого года. Для меня это Solo G-Hyo, Comeback Sami и, конечно же, Comeback Everglow. Смотрите продолжение в следующей серии.